Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на очередном вебинаре Директ Академии. И давайте для начала, так как платформа новая, те, кто сегодня с нами первый раз на этой платформе, уже, наверное, успели заметить. Да, много нового и не всегда может быть понятного, если мы раньше здесь не работали. Поэтому первая просьба, человек пять, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видно, слышно и видно презентацию. Ага, отлично, отлично, все, спасибо, спасибо. Уже больше пяти человек набралось, отлично, все идет, все хорошо. Ага, спасибо, все, все, все. Коллеги, горшочек не вари, минуты тишины в эфире, в чат пока ничего не пишем. Тогда продолжаем. И я размещу, как всегда, наши традиционные полезные ссылки и небольшой новостной такой блог перед началом нашей сегодняшней встречи. Четыре полезные ссылки, которые были в начале чата и которые благополучно убежали. Вот они. Первая ведет на расписание наших вебинаров на текущий учебный год. Можно заранее записываться, заходить и регистрироваться на те темы, которые вам интересны. Запись этого вебинара ведется и через некоторое время появится на нашем видеоканале на YouTube. Найти можно будет по второй ссылке. Третья ссылка ведет на страницу с объяснением условий приобретения сертификата после посещения вебинара. И четвертая ссылка для тех, кому интересно, нужно, важно онлайн обучение, курсы повышения квалификации. По четвертой ссылке можно найти все курсы, которые запускаются на нашей платформе, потому что у нас не только вебинары, но у нас еще и курсы. И ближайшие программы, которые у нас запускаются вот-вот уже почти скоро. Первый курс стартует 2 февраля. Курс от Елены Викторовны Шугалей. Это наш спикер, у нее было два вебинара, можно также найти на канале и познакомиться с автором уже, можно сказать, почти непосредственно. Тема, это онлайн-курс повышения квалификации, тема «Активное восприятие памяти работы с информацией современной методики». Стартует он, напоминаю, 2 февраля и до 29 января действует льготная цена по промокоду. Промокод я вам тоже разместила в чат, можно воспользоваться такой возможностью. Ну и по ссылке посмотреть, записаться, возможно, задать вопросы организаторам или автору курса. И второй курс, который у нас стартует тоже в начале февраля, 9 февраля, это курс повышения, тоже повышения квалификации от руководителя проекта «Директ-академия», нашего идейного вдохновителя, организатора и постоянного ведущего, эксперта в области онлайн-обучения цифрового контента Павла Юрьевича Калиникова. «Профессиональная разработка электронного учебного контента 2021». Начинается он 9 февраля и также по ссылке можно познакомиться с программой, записаться, задать вопросы. Ну вот, ссылку я вам тоже даю в чат. Вот такие мероприятия обучающие нас ждут в ближайшее время. И три ближайших вебинарных дня. Так, сейчас я сюда их размещу тоже. Так, и третий у меня не уместился. Сейчас я его тоже нам сюда дам ссылочкой. Вот, три ближайших вебинара. Завтра нас ждет встреча с Анастасией Пахаруковой. В 12 часов будем учиться создавать комментированное видео. Субтитры, сервисы, инструменты, все, что необходимо для создания комментированных видео, в том числе и учебных роликов. 29 в пятницу мы заканчиваем неделю встречи с Александрой Сараевой. Детская тревожность, как помочь ребенку. И начинаем новую вебинарную неделю и новый месяц. 1 февраля в 12 часов встречи с генеральным директором компании Директ Медиа Константином Николаевичем Костюком. Тема эволюции электронно-библиотечных систем. Есть ли будущее у ЭБС? Вот такие вот три вебинарных дня нас с вами ожидают в ближайшее время. Ну и переходя к теме нашего сегодняшнего, хотела сказать, занятия нашего сегодняшнего вебинара. Сразу про презентацию. Скачать можно вот здесь. Пишу вам в чат, как. Справа наверху над изображением ведущего вы можете увидеть меню, значки. И вот выбирайте значок файл. Если ничего нет и просто черная полоса, просто подведите туда мышку. Меню всплывающее, оно периодически может исчезать. Поэтому из поля нашего зрения, но не исчезает совсем. Поэтому подводите туда мышку и значки появляются. Выбирайте значок файл, такой листок с загнутым уголком. Открываете его и скачиваете по три точки справа от названия презентации. Подведете мышку, увидите и скачиваете файл себе. Сразу предупреждаю, презентация немножко в усеченном виде. То есть некоторые слайды из того, что мы сегодня будем смотреть, они в эту презентацию не вошли. Все самое основное и есть, но вот какие-то, может быть, задания, да, их нет. В группе библиографии для небиблиографов, которые у нас есть на Фейсбуке, я вам чуть попозже дам ссылку на сайт, где эта презентация будет выложена в виде такой галереи. Можно будет там ее смотреть. Скачивать полная презентация. Скачивать будет нельзя, но смотреть, пользоваться можно. Ну, скриншотить, если уж совсем что-то нужно. Но большая просьба, если используете слайды в своей работе, просто ссылочку не забывайте давать. Сохраняем авторские права, откуда это взято. А так, пожалуйста. И по сертификатам маленькое дополнение, коллеги, в связи с тем, что мы переходим сейчас, такой переходный период на новую платформу, переводится база, очень много данных, поэтому часть приходится обрабатывать вручную. По сертификатам в конце я вам размещу информацию. Большинство у нас получат сертификаты уже в конце нашей встречи. Но если вдруг вы на вебинаре были, открываете, а вам пишут, что ничего нет, дождитесь, пожалуйста, завтрашнего утра. Сегодня мы это все обработаем, все добавим, все внесем, и все свои сертификаты получат. Ну, пока вот такая небольшая заминка может происходить. Поэтому не волнуйтесь, все найдется, все будет. И да, Елена Носова вопрос. Скачать презентацию от 13 января. Да, по ссылке, которую я отдаю на сайт, можно посмотреть с экрана, распечатать. Да, не дает. Если удобно делать пометки на бумаге. Можете просто сделать скриншоты. Ведь не все нам необходимо, не все нам нужно. Да, какие-то отдельные слайды мы забираем. А так старайтесь просто во время вебинара забирать то, что выкладываем. Запись предыдущего вебинара. Надежда Нечипорук. Да, запись предыдущего вебинара 13 января есть на канале. Можно посмотреть, можно найти. Тем более мы сегодня немножко так вспомним то, что было. Все выложено на канале, все есть. И в анонсах вебинаров на Фейсбуке также мы даем ссылки на записи. Можно посмотреть там. Еще во время вебинара я на нем была. Елена Носова, если проблема... Прошу прощения, коллеги, отчество здесь не пишет. Поэтому я обращаюсь так, как вижу по имени и фамилии. Елена Носова, если есть проблемы с сертификатом, я в конце вебинара дам свою почту. Можно будет написать. Мы посмотрим с вами, что там было. Просто имейте в виду, если заходите слишком поздно, то можете просто не попасть в список формирования сертификата. Поэтому пораньше. Елена Цибенко. Когда все началось, видеозвук есть, все у нас идет нормально. Если возникают какие-то сбои, коллеги, попробуйте перезайти. Если слабые сигналы интернета, то может такое быть. Могут случаться сбои. Поэтому вот здесь осторожненько. Айжан Куралбаева. Да, сертификаты выдаем. И, коллеги, по организационным вопросам, Марина Рослякова, канал «Это Библиоклуб». Да, канал «Библиоклуб». Директ Академии. Там все есть. Для скачивания. Коллеги, если не видите презентацию для скачивания тех, кто выходит со смартфонов, я вам еще раз сейчас повторю ссылку. Я вам даю еще... Выложила ее на диск. Можно забрать ссылку и скачать с диска. Вот здесь. Все ссылки, все организационные моменты еще раз в конце нашей встречи я вам повторю. Иначе мы сейчас проведем вебинар по выдаче сертификатов и скачиванию презентации. А ссылки уже оставим на конец. Ну что ж, коллеги, сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с ссылками. С оформлением ссылок в письменных работах, в ЭКР и статьях. В прошлый раз мы с вами говорили о разных видах, классификациях. А сегодня немножко о нюансах и более подробно остановимся на повторных ссылках. Там есть некоторые моменты, которые важно для себя взять, обращать на них внимание. И сразу скажу, сегодня мы будем говорить о печатных источниках. Все, что касается электронных изданий и печатных изданий, имеющих электронную версию, это у нас уходит на третий вебинар, на третью нашу встречу, которая будет, если не изменяет память, 10 февраля. И пока не ушли далеко, сразу скажу, где-то в марте, по-моему, если не, опять же, я не ошибаюсь, 10 марта, можете посмотреть по расписанию, у нас будет вебинар «О чем молчат ГОСТы». Вот такое вот есть название. Как описывать такие неожиданные виды ресурсов, хотя вроде бы в научных публикациях не то, что не нужно, но и не можно это делать, это запрещается, но, тем не менее, мы иногда с этим сталкиваемся, что нам необходимо дать ссылку на фрагмент фильма, не на фильм целиком, а на какой-то определенный фрагмент из этого фильма, размещенный на YouTube, на какие-то аудиозаписи, видеолекции и так далее, там вебинары, еще что-то. То есть те, на электронные письма, кстати, а почему неопубликованный источник, их можем давать, можем, в ГОСТе написано на любые неопубликованные и неопубликованные источники, на любых носителях информации. Можем? Можем. Но, опять же, качество того материала, на который мы ссылаемся, но если с этим все в порядке и нам разрешается это сделать, или от нас это требуется, то тогда встает вопрос, а как это оформить? Вот мы эти все вопросы выделили в отдельный вебинар, и где-то 10 марта мы на эту тему поговорим. Просто посмотрите, там название будет «О чем молчат ГОСТы». То есть напрямую таких образцов нет, и здесь придется пользоваться имеющимися аналогами в международных системах, в международных стилях оформления ссылок, что-то, может быть, брать оттуда, и подумаем, как с этим обходиться, как это делать. Ну, здесь уже творческая работа наша. Но это все в будущем. А пока у нас вполне рабочий момент, отраженный в ГОСТах, оформление ссылок на печатные источники в письменных работах. Значит, коллеги, большая просьба, у нас два чата здесь. Если вы видите чат со знаком вопросика, вот туда, ну, какие-то по содержанию, да, по теме вебинара «Лучшие вопросы» писать, общие вопросы можно писать в чат. И по организационным моментам все остальное на конец. И переходя к нашим ссылкам, какие вопросы мы сегодня с вами рассмотрим. Ну, такие моменты у нас с вами сегодня, мы по ним быстренько пройдемся, разберем. Часть мы уже смотрели на прошлом вебинаре, и вот вопросы, которые остались. Повторные ссылки на законодательные и нормативные акты. Посмотрим, как они делаются. Законодательными там, да, есть варианты. Первичные и повторные ссылки на многочастный ресурс. Отдельный том многотомника. Многоуровневое описание рассматривать не будем, остановимся только на том, что чаще всего в студенческих работах, в ЭКР, в статьях у нас встречается. Чаще всего мы ссылаемся на какой-то отдельный том многотомника, поэтому рассмотрим на примере такого одноуровневого описания. Многочастный ресурс – это многотомник. И больше поговорим о повторных ссылках. Про первичные ссылки мы уже касались этого вопроса. Ссылки на составную часть ресурса или часть документа, статьи из сборников, периодических изданий. Вот это тоже здесь посмотрим. Тоже в основном повторные. Повторные последовательные ссылки. Какие здесь есть нюансы. И как они оформляются на публикации из одного ресурса. Разные публикации из одного ресурса, но последовательные ссылки. И если ссылка на источник повторяется у нас через несколько страниц, они идут последовательно, то что здесь применяется? Ну и, соответственно, наши волшебные там же, здесь же указ «Сочи» и «ЦИТПО», они к шестому вопросу присоединяются и сливаются с ним. Ну, такие вот у нас сегодня небольшие вопросы. Так, сейчас я с вашего позволения отвечу участнику, у которого проблема со звуком. Ну и, соответственно, немножко вспомним то, то, что у нас с вами было, да, на что мы опираемся. Основной наш документ, которым мы пользуемся при оформлении ссылок, это ГОС-2008, Р-705-2008, библиографическая ссылка, общие требования, правила составления. Ну, здесь все основные требования и правила, они как раз и изложены. И все виды, структура, состав, расположение в документах, это все представлено в этом ГОСТе. Поэтому этот ГОСТ – это прямо наша настольная книга, когда мы работаем с оформлением ссылок наших работ, статей. И он как раз предназначен для издателей, редакторов и авторов. И вспоминаем основные моменты, которые мы на прошлом вебинаре с вами разбирали, но которые нам могут сегодня и пригодиться. Первое. Ссылки на все виды заимствований делаем обязательно, даже если это не прямое цитирование, а упоминание в тексте, и своими словами излагаем суть, подчеркнутую в каком-то источнике, обязательно ссылку мы даем, откуда мы это взяли. Каждому источнику в списке литературы хотя бы одна ссылка, хотя бы в составе комплексной ссылки этот источник должен быть упомянут в тексте работы. Знак «точка-тере» в ссылках заменяется на точку, причем здесь интересно, в ГОСТе написано, как допущение, допуск, допускается заменять, но когда речь заходит о повторных ссылках, там это указано прям без допуска, заменяется знак «точка-тере» заменяется на точку. Ну вот, видимо, поэтому в ссылках так традиционно и сложилось, при оформлении ссылок, что мы всегда в подстрочных ссылках, да, и в затекстовых знак «точка-тере» заменяем уже на автомате на точку, ну, чтобы не путаться. В первичной «точка-тере», а в повторной «точка», мало того, что мы еще список источников оформляем, еще здесь с этими знаками, ну, вот просто берем за правило, да, заменяем знак «точка-тере» на точку. Сокращения допускаются, опять же, уровень допуска, сокращения ГОСТом допускаются. Кроме основного заглавия мы можем сокращать. Поэтому в ГОСТе-2008, если вы открываете, вы видите, что там «М» написано через точку, «М» с точкой, да, «Росфедер», «Федер-закон». Сейчас мы переходим на ГОСТ-2018 для России. Страны СНГ остаются на ГОСТе-2003, там тоже допускаются эти сокращения. ГОСТ-2018 все-таки больше ориентирован на полное описание. Хотя тоже не запрещает категорически сокращать, но взята такая тенденция, взят курс на писать полностью. Поэтому если в ссылках мы будем писать полностью, то большой беды не случится, потому что сокращения допускаются, а мы можем их и не допустить. Чтобы у нас не было расхождения, если особенно мы делаем подстрочные ссылки, здесь мы сокращаем, а в списке источников мы указываем полностью, потому что там мы приводим библиографическое описание. И вот это вот с сокращениями, чтобы не мучиться. Если в методических рекомендациях, особенно те, кто пишет методические рекомендации, вот на этот момент обратите внимание, если уж пишем полностью, ну, давайте для ссылок тоже какие-то элементы оставим, чтобы можно было писать полностью. Но это важно учитывать, когда мы будем работать с самим ГОСТом, потому что там все приведено с сокращениями. Многие вещи сокращаются. Может указываться в ссылке как общее количество страниц, так и погенация, и конкретная страница. Все зависит от того, в каком контексте мы упоминаем этот источник. Если мы просто ссылаемся, что данная концепция была рассмотрена подробно в работе Выгодского, и ссылаемся на эту книгу, то, конечно, мы можем привести полный объем книги. А если мы на статью, то мы, конечно, приводим нумерацию статьи или отдельная глава из книги, аналитическое описание или описание составной части ресурса, как сейчас говорим. Ну, и если мы приводим цитату в кавычках, то, конечно, мы указываем конкретную страницу. В зависимости от того, как мы упоминаем, соответственно, мы и указываем по разному количеству страниц. Фамилии авторов, указанные в начале, в области, в сведениях об ответственности, не повторяются. Вот это вот для ссылок. Если мы написали, кстати, сколько у нас авторов можно указывать в заголовке? Один, два, три. В сведениях об ответственности мы их не повторяем. Но если мы приводим описание, приводим ссылку, оформляем, и у нас источник под заглавием, коллективной монографии, например, 128 авторов, но она выходит под редакцию кого-то, тогда мы сведения об ответственности приводим, делаем описание под названием этого издания, и в сведениях об ответственности тогда указываем под редакции кого. Или авторов у нас 10 человек. Тогда мы пишем в сведениях об ответственности, мы это будем указывать. А вот в заголовке, конечно, уже будет под заглавием. Допускается не использовать для сведений из непредписанных источников информации использовать квадратные скобки. Ну, единственное, в сведениях об ответственности, там, где мы пишем и дыры, квадратные скобки все-таки остаются. Но, опять же, допуск можем не использовать. И, естественно, один, два, три автора ресурса обязательно заголовок приводим и их в заголовок указываем. И на всем протяжении одной работы только один тип ссылок. Не должно быть часть затекстовой, часть подстрочная, а где-то еще у нас и внутритекстовая вылезла. Да, коллеги, я смотрю, у некоторых участников есть проблемы с видеозвуком. Коллеги, большая просьба перед... Немножко так отойду в сторону. Перед тем, как прийти на вебинар, попробуйте вам, когда приходит приглашение от webinar.ru, там в самом низу письма. Мы сразу видим кнопку, да, принять приглашение, зайти на вебинар. И дружно идем туда. А если чуть-чуть вниз опуститесь, там есть такая ссылочка протестировать свое устройство, протестировать систему на готовность к вебинару. Поэтому, пожалуйста, сначала с того устройства, с которого вы будете выходить на вебинар, вот этот тест пройдите. Под Internet Explorer, кстати, вебинар может не работать. Могут быть вот такие сбои. Лучше всего использовать Google Chrome. Это небольшое такое отступление. Лучше предварительно провести проверку, чтобы быть уверенными, что у вас точно все будет. И идем дальше. Вспоминаем про затекстовые ссылки. Вот сегодня мы с вами будем говорить про затекстовые ссылки, то, что в красной рамочке. Затекстовая ссылка, она из двух частей. Напомним, с прошлого вебинара, кто у нас был. Две части. В тексте мы делаем отсылку в квадратных скобках, либо указываем номер источника, либо страницы. А вот как указывать, если у нас не нумерованный список? Вот это мы сегодня как раз я вам покажу. И сам текст ссылки вынесен за текст работы. Прошу прощения за тавтологию. Поэтому он называется выноска. Отсылка и выноска. И вот выноску мы уже оформляем по правилам ГОСТа 2008. Это ссылка. Только мы ее не внизу страницы указываем, а за текстом. Но есть еще один момент. Вот здесь очень важно понять, как мы будем описывать нашу затекстовую, формировать нашу затекстовую ссылку. Синеньким на слайде у нас выделен список источников. Вот выноска за текст – это список ссылок. И по правилам у нас еще должен был бы быть список источников уже по году 2018. Но иногда, чтобы не путать студентов, научных руководителей, чтобы облегчить жизнь всем, делается следующая вещь. Либо мы делаем вот то, что в красной рамочке. И на этом останавливаемся. То есть у нас список источников – это список затекстовых ссылок. Не совсем правильно, но ладно. Приняли такое решение, пусть будет так. В конце концов, запрещающего закона нет на эту тему. Либо второй вариант. Делается в тексте отсылка, а игнорируется выноска за текст, и сразу оформляется список источников по ГОСТу 2018. То есть вот этот вот список за текстом, он может либо по ГОСТу 2008 оформляться, либо по ГОСТу 2018. И то, и другое. Ну, что не запрещено, то разрешено. Поэтому очень внимательно смотрите, по какому ГОСТу у вас требуется оформление вот этой затекстовой части. По 2008 или по 2018, или по тому и по другому. В зависимости от этого мы будем обращаться либо к одному ГОСТу, либо к другому. Вот сегодня мы то, что будем рассматривать, то, что у нас в красной рамочке. Про 2018 мы уже говорили и разбирали достаточно подробно. Вот то, что в красной рамочке. Это ссылка, как оформляется именно затекстовая ссылка. И это так, чтобы сразу нам понять, о чем. И структура подстрочной ссылки. Вот эту вот схему я вам даю. Именно структура. Ссылка на книгу одного, двух, трех, четырех и более авторов. Как они приводятся? Ну, название – это заглавие. То, что выделено красным – это заголовок. Ссылка на книгу четырех и более авторов – это не заголовок, естественно, а сведения об ответственности. Мы приводим автора или редактора в сведениях об ответственности. 145 в отсылке. Это что? Да, да. Анна Иванова у нас спрашивает. 145 – это страница. Кстати, здесь что у нас? Есть ли страница? Это может быть еще и сам источник. Но есть ли страница, то здесь нам требуется маленькая буковка «С» перед 145. Ага, проснулись. С точкой. Либо, если это источник, ну, вот нумерацию источников мы можем привести сюда, дать отсылку на несколько источников как комплексную. Ссылка. Ну, вот структуру вспоминаем. Заглавие. Заголовок. Заглавие. Сведения об издании. Второе, третье, четвертое издание, переиздание, дополненное, расширенное. Лучше приводить. Это для подстрочной полной ссылки. Первичные ссылки. А на более полное место издания, издательство год, физические характеристики нашей страницы. Еще рекомендуется СБН. Да, если в гости посмотрим, там это есть. Про и СБН. Ну, во-первых, это обязательный элемент. Во-вторых, нам один из идентификаторов, по которому мы можем найти данный источник, да, более точный. Если в других местах мы можем ошибиться, то это более еще одна из точек входа для поиска самого источника. И, ну, часто его не приводят. И первичная, повторная ссылка. Да, вспоминаем. Первичная ссылка более полная. Вот первый вариант у нас приведен. И повторная ссылка. Здесь допускаются сокращения. Так, сейчас попробую взять. В повторных ссылках допускаются сокращения. Мы можем обязательно приводиться заголовок, если он есть. Заглавие, сведения, пропускаемые заменяются многоточием и отделяются пробелами. Ну, и дальше указания страниц, либо конкретной страницы, на которую мы ссылаемся. Светлана Соколова перед страницами не ставится? Нет, тире не ставится. Вот это вот сначала проподстрочный, потом к затекстовым перейдем. Можно сокращать заглавие в повторных ссылках. Длинные заглавия допускаются сокращать. Но, опять же, чтобы не терялся смысл. Во-первых. Во-вторых, смотрите, нет ли у вас похожих книг, тех же авторов, и не будет ли у вас смешения источников за счет такого вот сокращения. Все-таки должно как-то оставаться. Например, книга «Муниципальное право в схемах и определениях», а вторая книга, которую мы цитировали, «Муниципальное право введения в основы» или что-то такое. Если мы и там, и там сократим до «Муниципальное право», то будет не очень понятно, с каким источником мы работали. Особенно, если заголовок совпадает или у нас книга только под заглавием. Да, Екатерина Михайловна, все верно. 162 страницы – это когда указываем общее количество, а «С» в начало перебегает. Это когда мы ссылаемся на конкретную страницу в тексте источника. Для затекстовых ссылок оно пишется с маленькой буквы. Ну, вот так вот. Не знаю, почему. А вообще вот здесь мы ссылаемся на конкретную страницу в подстрочных ссылках. Обратите внимание, «С» пишется «Большая». Вот здесь мы ссылаемся на конкретную страницу. А вот здесь мы указываем общее количество страниц в книге. И дальше. На часть источника или на составная часть ресурса, так как сейчас в ГОС-2008 принято это называть. В тексте. В своей статье Кравченко рассматривает вопросы т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т с точки зрения проблемы чего-то там. И мы даем подстрочную ссылку. Что мы сюда указываем? Из текста непонятно, что это за статья. Названия нет, есть только за заголовок. Указываем заголовок, указываем заглавие, название статьи. Сделали описание на составную часть ресурса. И теперь за двумя косыми чертами мы даем сведения об идентифицирующем документе. Журнал «Социология», 2008 год, номер 3, страницы с 53 по 56. Ну, потому что здесь мы в тексте так указали. Мы ссылаемся на всю статью. Он в своей статье рассматривает вопросы, а не даем конкретную цитату чего-то. Ссылка не на фрагмент, а на всю статью. Поэтому мы указываем погинацию. Но есть исключения. Для подстрочной первичной ссылки на составную часть ресурса. Вот если в тексте, и это в гости у нас записано. Если в тексте присутствуют данные, позволяющие идентифицировать документ или ресурс, то в подстрочной ссылке их допускается опускать. В своей статье «Проблемы социализации личности в условиях коллективной работы» Кравченко рассматривает. Смотрите, у нас здесь есть и заголовок, и есть заглавие. Все, мы вот эту вот первую часть, здесь уже, вот она, до двух косых черточек, да, мы эту часть здесь уже в тексте изложили. Значит, в подстрочной ссылке, даже в первичной, мы можем это опустить и привести вот так. Только сведения об идентифицирующем документе, что вот эта статья размещена в журнале, но год, номер и страниц такие-то. Но в списке источников мы укажем все полностью естественно. Это только для ссылок. А в списке источников у нас будет вот так. Все полностью указано. Это только для ссылок в тексте. Наталья Ракитина. Какое счастье, скачалась презентация. Я буду периодически поглядывать в чат, иначе он у нас очень быстро может убежать. Ольга Никитенко. Если неизвестно издательство, только год и город, как оформлять? Ну, так и оформляем. Нету, значит, нету. Вообще, ищите. Мы вот разбирали с вами, по-моему, на прошлом занятии, откуда берутся данные. Посмотрите запись прошлого вебинара. Я вам там даже показывала, да, титул, оборот титульного листа. И в конце книги, выходные, над выходные данные. Оттуда мы можем найти нужную нам информацию. Вообще, по всему источнику мы можем найти недостающие сведения. Но если уж вообще совсем никак, ну, тогда вот как есть, так и пишем. Пишем БИИ. Запятая в ссылках после фамилии. В описании ставится. В фамилиях можно опускать. Презентация видна несколько лет. Да, ну вот, коллеги здесь. Мария Скопкарева. Ну, вот здесь коллеги не могу помочь. Задание. Про ссылки мы с вами вспомнили. Теперь. Маленькое задание. Возьмите файлик. Возьмите ручку, карандаш куда-нибудь. Попробуйте себе записать. В чат сразу не пишите. Лучше вот для себя. Пока для себя делаем. В тексте. У нас приводится вот такой текст. Данная технология. Здесь мы даем какую-то ссылку. Это завершающий фрагмент. Сначала мы описывали какую-то технологию. Позволяет составлять социально-демографические и прочие прогнозы по развитию конкретного воинского социума, который способствует выработке объективных управленческих решений и военно-социальной работе. И мы даем ссылку на источник. Что мы знаем? Вот все, что нам нужно, все, что нам здесь нужно, сведения у нас есть. Попробуйте сейчас составить ссылку, первичную ссылку на этот источник для себя. Ну, если кто-то пожелает, можно в чат с нами поделиться. Я вам даю буквально 3 минутки на то, чтобы ее сделать. Если подстрочная... А я пока посмотрю чат. Вот сейчас так закрепим. Подстрочная первичная. Делаем. Если подстрочная ссылка на статью автора из его же собрания сочинений, его фамилия в сведениях об ответствии... В сведениях об ответственности, Наталья, можно не указывать. Заголовок. И в сведениях об ответственности можно не указывать. Полное собрание сочинений. Москва, 70-е, страница 40-70. После... Да, после инициалов, ссылки... Не после инициалов, а после фамилии Анны Ивановой. Запятая после фамилии не ставится. А в библиографическом списке по ГОСТу 2018, да, ставим. Так, у нас пошли ответы. Мануэлов, технологии, социальная армия, общество. Да. Да. Ага. Да, полностью сократили. Так, смотрите, у нас знак точка-тире заменяется на точку, поэтому не забывайте этот знак заменять. Номер пятый, да. Мануэлов, С, С, А. Между инициалами пробел мы ставим. Отлично. Идем дальше. И сейчас мы потом... Потом будет возможность еще и сравнить. Повторная подстрочная ссылка на составную часть ресурса. В повторной допускается ссылке указывать заголовок, заглавие и страницу, на которую мы ссылаемся. Или страницы, погенации, на которые мы ссылаемся. То есть у нас будет выглядеть вот так. Вот эти данные мы опускаем. То, что было приведено в первичной ссылке, мы можем часть данных опустить. То, что касается идентифицирующего документа. Во-первых, он есть в первичной ссылке. Во-вторых, он будет на списке источников. Мы просто указываем, на какую статью мы ссылаемся. А вот заголовок, заглавие, да. Заглавие длинное можно сократить, как мы это сделали. И кто-то уже у нас делал, да, в примере. И указываем страницу, на которую мы ссылаемся. Продолжение задания. А теперь из этой первичной ссылки сделайте повторную. Вот представьте себе, что это у нас не первичная ссылка, а мы ссылаемся на тот же самый источник, но это уже повторная ссылка. Первичную мы уже с вами привели. А теперь мы на него еще раз ссылаемся. Но возьмите конкретную страницу, например, 28, да, вот на 28-ю страницу мы повторно ссылаемся на этот же источник. Попробуйте его тоже сделать. Можно сюда, можно оставить у себя на листочке, потом мы посмотрим. Екатерина Михайловна, пробел между инициалами, да, надо, в описаниях ставится. Технология, ага, просто, да? Легко. Только пробел не забывайте между инициалами. Технология названия статьи с большой буквы. Ну, это за счет опечаток, ладно, не будем учитывать страница 28, да. И теперь давайте смотреть, что у нас получилось. Вот как наш автор сделал первичную и повторную ссылку. И посмотрим, что у нас с вами. Пробел между инициалами ставим, запятую после фамилии в ссылках не ставим, а в описании по августу 2008-2003 там ставится. Хотя в некоторых методичках для студенческих работ допускается не ставить запятую. Ну, хорошо, можно не ставить для студенческих работ, но в принципе она ставится. В некоторых международных стилях, кстати, тоже запятая после фамилии не ставится. Поэтому вот на это тоже обращайте внимание. Это связано с машинной обработкой. Мы отделяем фамилию от имени, потому что если мы даем описание, например, каких-то западных авторов, особенно из азиатского региона, там, Нгуен Ван Тхо, вот пойди пойми, где тут имя, где фамилия. Ну, вот не всегда. В ссылках не ставим. Между инициалами пробел допускаем. Страница, да. Название журнала не сокращаем. Первичная ссылка. Здесь мы сокращение в заглавии не допускаем. Номер, год у нас есть, год, номер. Страницы указаны. Погенация, все правильно. И повторная ссылка в заголовок, заглавие. Кто-то сокращал технологию социальной работы? Можно. Но, опять же, смотрите, чтобы это было допустимой логикой, не терялось, и можно было бы по этому сокращению идентифицировать документ. Страница 28. В конце точку не забывайте ставить. Все библиографические описания, все библиографические ссылки у нас заканчиваются точкой. В конце точка обязательно. Поэтому вот этот вот первый момент. Знаете, как хорошо проверять библиографический список или оформление ссылок, начинать с конца. То есть нарушить привычный ход работы тогда и читать их, попробовать их читать с конца, обращая внимание, вот когда мы знаки правим, обращая внимание на знаки, они сразу начинают бросаться в глаза. По каким правилам выбирается страница? А, Галина, здесь все зависит от того, как у нас в контексте указано, в самом тексте. Если мы ссылаемся на конкретный фрагмент, мы приводим конкретную страницу или даем прямое цитирование. Если мы просто говорим, в этой статье была раскрыта проблема, тогда мы даем на всю статью или на всю книгу. Да, все зависит от контекста, как это у нас в тексте представлено. Наталья Ракитина. Нет, после ДОИ не ставят же точку же. ДОИ у нас ставится после статьи. Вот на следующем вебинаре мы как раз про электронные ресурсы и электронные статьи. И ДОИ тоже посмотрим и поговорим. Но это мы с вами разбирали про составную часть. Вот это у нас была ссылка на статью. Статья Мануилова из журнала. Но есть еще такой момент, когда мы можем ссылаться на весь ресурс, сериальный ресурс целиком. Первичные и повторные ссылки на сериальный ресурс или сериальный документ в терминологии ГОСТа 2008. Целиком на весь журнал, на весь бюллетень, на всю газету. И вот здесь мы ссылаемся уже не на статью, а на журнал. Такое может быть. Ну, например, журнал посвящен, какой-то юбилейный выпуск, посвящен деятельности Дмитрия Сергеевича Лихачева. И мы ссылаемся на этот журнал, а не на какую-то конкретную статью. Вот тогда приводим вот так, как приведено у нас в ГОСТе. Название. В первичной ссылке мы приводим название, основное заглавие, год, номер, выпуск, том, часть. Все, что есть, сюда приводим. И в повторных ссылках допускается только приводить заглавие и номер, новый номер, смотрите. Заглавие приводим, конечно, обязательно. Но вот год, например, здесь мы опустили, потому что у нас за тот же 2008 год, но только номер второй. Например, мы ссылаемся на этот журнал, на ресурс целиком. При условии, что вот эта первичная и повторная ссылка идут друг за другом. Они последовательны. Если отличается, например, год, то отличающиеся данные мы обязательно в ссылку повторную вставляем. Здесь мы вот просто как бы заново пишем, приводим отличающиеся сведения. Если первичные повторные ссылки на сериальный документ следуют одна за другой, то в повторной указывают заглавие, и отличающиеся данные от данных в первичной ссылке. Сведения год, месяц, число, возможно, страницы. Повторные ссылки на статьи и другие публикации в сериальных документах оформляются вот ровно так, как мы с вами до этого смотрели. По общим правилам составной части ресурса. Год Владимир Жуковский. А год не совсем поняла вопрос. Если можно, уточните, пожалуйста. Ну а теперь немножко про нормативные документы. Как даются повторные ссылки на нормативные документы? Ну, с первичной вроде бы все понятно. Повторная ссылка на нормативный документ по стандартизации. Есть в ГОСТе пункт 8.8. Прямо себе можете его взять. В повторных ссылках на нормативный документ, обычно связанный со стандартами, стандарты, ГОСТы, ОСТы и прочее. Приводится обозначение документа или ресурса. Я сегодня говорю и слово документ, и слово ресурс, потому что в ГОСТе 2008 у нас используется еще слово документ, а в ГОСТе 2003 тоже. А вот в 2018 уже перешли на понятие ресурса. Это есть одно и то же. Поэтому давайте договоримся сразу, что мы подразумеваем одно и то же источник. Но такая вот путаница пока немножко есть. В повторных ссылках на нормативный документ по стандартизации, по стандартам, приводят обозначение документа или ресурса. Вот это самое ГОСТ, ОСТ, Р704. Номер, дата утверждения. Но в данном случае в ГОСТе дата утверждения, она входит в номер. Вот она выделена зелененьким. ГОСТ, и мы говорим ГОСТ 2008, ГОСТ 2018, но не во всех нормативных документах по стандартизации, вот так вот указывается. Тогда, если нет, то тогда приводим номер и год уже отдельно дописываем. Издание, если есть, и дата утверждения и страница. Ну вот в первичной ссылке мы приводим, у нас приведено заголовок, вот это описание под заголовком, ГОСТ Р704-2006, издание, выходные сведения, правила оформления. Это уже пошло основное заглавие. Москва, 2006, 43 страницы, и в скобочках это серия. И в ссылке мы даем, в повторной ссылке мы указываем просто ГОСТ номер и страница, на которую мы ссылаемся. Вот это вот то, что касается нормативных документов. Дальше. Патенты. Для патентов в повторной ссылке мы указываем вид документа, патент, номер, вот он, название страны, выдавший документ, и страницы. Причем здесь мы указали ровно так, как в ГОСТе 2008 приведено, с сокращением Росфедерация можем писать полностью Российская Федерация, страница 2. Самое главное, это патент, номер и Российская Федерация. Да, здесь знаки не ставятся. Вот как приведено, здесь точка, это сокращение, да, сократили патент, мы написали полностью патент, такой-то Российская Федерация, страница 2. Но при условии, что все эти данные у нас есть в первичной ссылке, здесь у нас идет описание под заглавием. Сначала мы приводим название, а потом уже на сведениях об ответственности раскрываем, да, что это патент, номер, вот они сюда перемещаются. Можно описывать ей под заголовком, тогда у нас будет патент, номер, основное заглавие, и дальше пошли уже сведения об ответственности. Про законодательные акты. В законодательных актах здесь немножко посложнее. Если на первые два примера ссылки, примеры есть в гости, то на законодательные акты мы находим только пример первичной ссылки в образцах, а повторные ссылки, если кто-то нашел, поделитесь, пожалуйста, где вы это нашли, да, если есть. Примеры повторных ссылок в гости тоже приводятся, но не на все виды документов, например, на законодательные акты. Есть только на первичная ссылка, но не повторная. Поэтому и в разных методических рекомендациях даются разные рекомендации. В основном я смотрела те рекомендации, которые даются учащимся юридических направлений, судебная практика, да, арбитраж и прочее. Как делают они? По-разному. То есть вот здесь как раз тот самый случай, когда мы можем, нужно подумать, да, как это правильно сделать. Либо есть такой вариант, заглавие ресурса и статья. Здесь у нас идет первичная ссылка описания под заглавием. Напоминаю, что законодательные акты мы можем описывать и под заголовком. Например, Российская Федерация, мы тоже с вами смотрели, когда говорили о библиографических описаниях про заголовки. Помните, мы говорили, есть у нас сложный такой составной заголовок, и он часто используется для различных нормативных, законодательных актов. И тогда у нас начинается вместо фамилии автора у нас идет Российская Федерация, точка, там, указы президента, точка, или там, Российская Федерация указы, или указы президента. Вот он, заголовок, и все, что касается... А дальше пошли по названию этих документов. Указ, название указов там. Указ о присвоении чего-то. Это позволяет быстрее искать документы, осуществлять поиск. Очень красиво это выглядит в списке литературы, в библиографическом нашем списке за текстом. Но иногда берется описание и под заглавием, как у нас вот здесь в примере, а не под заголовком. О Конституционном суде Российской Федерации. Дальше федеральный конституционный закон. По ГОСТу 2018 теперь пишем с большой буквы федеральный закон. И здесь по 2008 допускаются сокращения. Вот они. По 2018 мы пишем полностью. Поэтому здесь мы можем не сокращать, мы можем тоже написать полностью. И как давать повторную ссылку. Это у нас первичная ссылка. Источник, откуда мы это взяли, из собрания законодательства. И указаны статьи, которые, например, мы рассматривали. Для законов чаще указываются не страницы, а статьи. И тогда повторная ссылка у нас может, один из вариантов может выглядеть так. Заглавие ресурса, потому что здесь под заглавием. И название статьи, откуда мы это взяли. Ну, потому что мы этот закон можем найти и не только в сборнике законодательства, да, и в других. Ну, вот страницы будут другие, а вот статьи у нас останутся те же самые. Неизменная часть, по которой мы это сможем найти. Ну, вот один из вариантов. Еще вариант. Как может быть описан закон. Федеральная целевая программа. Заголовок. Заглавие. Вот она, федеральная целевая программа. Заглавие у нас. Нечитожение запасов химического оружия. И заголовок. Заглавие. И статьи. Да, причем, если мы ссылаемся на несколько статей, процитировали в тексте, и вот наши цитаты относятся, например, заимствованию к нескольким статьям, к ним апеллируем, тогда ставится через пробел знак точка запятая. Статья такая-то, статья такая-то. После точки запятой ставится пробел, и вот здесь мы уже с маленькой буквы пишем. Потому что это после точки с большой, а вот после точки запятой с маленькой. Вот это, похоже, что страницы, но как-то вот 12 тысяч страниц, это взятое из образца из ГОСТа. Как-то это вызывает небольшие сомнения. Может быть, может быть так. Поэтому в законах лучше указывать статьи и не заморачивайтесь со страницами. Не мучайтесь. Еще один вариант, который мне тоже попадался, как может даваться ссылка на законодательный акт. Вместо заголовка, заглавия и статьи указывается сведение об идентифицирующем документе. То есть в ссылке идет не название документа, а собрание законодательства Российской Федерации. 2005-я статья такая-то. То есть вот эта вот вторая часть. Ну, как вариант, да, возможно. То есть здесь могут быть разные варианты. Еще один вариант, который мне сталкивался, который рекомендуют при описании юридической литературы, ну, так принято в юридической среде, не знаю, насколько уж точно, что сначала указывается от частного к общему. Пункт, там статья, прошу прощения, а там раздел и потом уже сведение об идентифицирующем документе. Но не совсем может быть правильно с юридической точки зрения, но не совсем корректно может быть по отношению к библиографической ссылке, к оформлению. Поэтому в студенческих работах, в статьях мы чаще всего указываем именно вот так. Если методических рекомендаций не указано, другое. Ну, все-таки это ближе к нашим правилам ГОСТа. По поводу гаранта, консультанта, консультант плюс и прочих вещей, вот на следующем вебинаре я вам покажу. Там есть свои требования, кстати, и у гаранта, и у консультанта плюс, и как-то я про них, по-моему, тоже говорила. Как они требуют указывать, ссылаться на документы из их системы. Но это касается уже электронных ресурсов. Вот это я вам тоже дам и ссылку полезную на следующем занятии тоже вам покажу. Так, был у нас вопрос. Так, сейчас откроется. Нужен ли пробел после... Статья, да. Людмила Ищенко. Статья, ну, как страница. С, точка, пробел, и дальше пошел номер страницы. Здесь то же самое, только мы пишем СТ, статья, точка, пробел, и дальше пошел номер страницы. Елена, если пропадает презентация с экрана, это может, если очень-очень кратковременно, это просто идет переключение слайдов, и если слабый сигнал интернета, то он может немножко как бы показывать вам, что подвисает, да, не сразу открывается. Это не страшно, главное, чтобы оно было. Дальше. Повторная подстрочная ссылка на многочастный ресурс. Вот как раз на описание тома из многотомника. В повторных ссылках, которые... Здесь мы повторные ссылки только смотрим. Повторные ссылки, которые содержат запись на многочастный документ, приводят обязательно заголовок, если у нас один, два, три автора. Основное заглавие. Заголовок, вот то, что у нас выделено красным, и в первом примере. Либо, если книга четырех и более авторов или под заглавием, то по второму варианту, да, по второму примеру. Основное заглавие. Обозначение и номер тома, и страницы. Потому что вся предшествующая информация у нас в первичной ссылке уже была. И издательство, и год, и страницы, и место издания, и сведения, относящиеся к изданию, да, какое-то, второе, третье, пятое, десятое. Они уже были в первичной ссылке. А это повторно. Вот в повторно мы приводим заголовок, название, номер тома, и страница, откуда мы взяли эту цитату, или страницы, как во втором примере. Здесь у нас двоеточие. Вот это собрание важных материалов, это заголовок, обратите внимание, это не сведения, относящиеся к заглавию, потому что двоеточие у нас привязано к основному заглавию. Здесь пробела нет перед двоеточием, поэтому вот это все, это одно-одно заглавие. Ну, вот не так уж и страшно описывать, давать повторную ссылку на отдельный том многочастного ресурса, многотомника. Но имейте в виду, вот как во втором примере, если у вас приведено, что это том третий книга, вторая, часть первая, то вот это все мы указываем обязательно в повторной ссылке. И том, и книгу, и выпуск, и часть, и все, что у нас там есть. Сначала с большой буквы, потом мы ставим запятую, поэтому книга и часть у нас идут с маленькой буквы, потому что они идут после запятой, а не после точки. Пробелы вот здесь мы тоже ставим после части, после книги, точки, после тома, так же, как и после страницы. Пробелы ставим, отделяем пробелами, и в конце не забываем ставить точку. Значит, по затекстовым, повторное затекстовое на многочастные ресурсы. это то, как будет выглядеть затекстовая ссылка не в тексте от ссылок в квадратных скобочках, а за текстом вот этот текст. Иногда это только для тех случаев, когда у нас просят по методическим рекомендациям, сколько бы раз вы не ссылались на источник, в списке затекстовых ссылок его повторять. Обычно это при ненумерованном источнике, хотя при нумерованных тоже может быть. Но это если есть такое требование. Вот тогда выноски при наличии требования, специально вам написала, что нужно повторять ссылки на один и тот же источник, но оформлять его вот в списке. Там же тоже давать повторную ссылку. Вот только в этом случае. Но чаще всего за текстовыми ссылками этот пункт обходит и требует указывать только один раз один источник. После всех... Не, не после всех. Не после всех, Мария, нужно смотреть. После том, страница, да, здесь идут. А вот если у нас идет погенация, например, мы ставим дефис между страницами, там у нас не отделяется пробелами. Там у нас все слитно пишется. Когда перечисление, да. Да, тогда да. Поняла. Вот это вот только если есть требования. Поэтому это вот такой вот дополнительный слайд. После указания статьи на предыдущих... Перед точка... Так, Василий Кулешов. Не вижу. После точка запятой, да. Да, ставится. Надо, надо. При отсутствии... А вот теперь интересный момент. Значит, смотрите, коллеги, про знаки припинания. Посмотрите, вебинар мы разбирали как-то про знаки припинания. Есть знаки припинания грамматические, да, они пишут по правилам русского языка. А есть знаки предписанной пунктуации. Они по виду совпадают. Точка, точка тире, запятая, точка запятой. Вот там есть свои правила. Чтобы не путать, это библиографический знак или это пунктуационный знак. Договорились, что если с двух сторон отделено пробелами, это знак библиографический, это служебный знак, да. К русскому языку в данном случае он отношения не имеет. Вот с заглавиями очень осторожно. В заглавиях иногда стоят двоеточие, вот как у нас был пример, да. И вот тогда мы его пишем вот ровно так, как мы пишем. Пробелом не отделяем с двух сторон. Потому что если мы его отделим пробелом, он уже превращается из заглавия, кусочек заглавия, он превращает в сведения, относящиеся к заглавию. Это неправильно. Поэтому на это вот смотрите внимание. Да, да, с пробелами обязательно. Федущего ставим с пробелами. В тексте. Затекстовая ссылка при отсутствии нумерации в списке. У нас чаще всего затекстовые ссылки они идут нумерованным списком, но иногда ненумерованной. Вот в паре изданий мне попадалось так, что ненумерованный список и просят оформить как затекстовые ссылки. Тогда, если у нас 1, 2, 3 автора, в отсылке в тексте, мы, номера-то у нас нет, ставить-то нам получается нечего, поэтому мы пишем фамилии, заголовок. В затекстовые ссылки вот у нас идут наши авторы и ставится в ненумерованных ссылках. Наталья, только квадратные. Если это затекстовая ссылка, то только квадратные. Круглые скобки используются, это внутри текстовой ссылки, это другой вид ссылок будет. А если затекстовые, то вот здесь пишутся квадратные скобки, только вместо номера 5 и страница 48, вместо указания. Здесь же у нас нет затекстовой выноски. Он ненумерованный список, у нас нет номера, нам привязать не к чему, поэтому мы привязываем их к заголовку. Указываются просто фамилии авторов того произведения, на которое мы ссылаемся. Это для книг одного, двух, трех авторов. Было бы три автора, мы написали бы через запятую всех трех. Алсу в ГОСТ 2003 тоже инициалы с пробелами. Значит, смотрите, коллеги, пробел между инициалами ставится. В ГОСТах тоже есть очепятки, тоже есть ошибки. И иногда то так, то и так пишут. И иногда бывает очень забавно. Ну, человеческий фактор, никуда ты от этого не денешься. Пишут, что требуется отделять инициалы пробелами, а потом приводится пример, где то есть пробелы, то нет пробелы. Просто берем для себя, что пробел ставится между инициалами. Был вроде без, с пробелами. В затекстовой при отсутствии нумерации в списке. А если у нас четыре автора или описание книги идет под заглавием, то тогда отсылка у нас оформляется вот так. В квадратные скобки мы включаем название, причем мы можем его сокращать. А, поняла, Евгения. Да, вроде бы с ними, но я посмотрю еще этот вопрос. Согласно, ну вот идет у нас текст, и за текстовую отсылку, за текстовой ссылке мы можем добавлять как в конце цитата, в конце предложения, так и в середине это допускается. Ну, если это по смыслу подходит. И длинные названия также допускается сокращать. Три точки отделяем пробелами. Муниципальное право и дальше. В затекстовой ссылке у нас это будет выглядеть вот так. Здесь описание идет под заглавием. Авторов больше четырех. Тогда мы указываем первого и другие. И дальше пошли все сведения, которые относятся к этому источнику. В отсылке будет заглавие. Длинное заглавие можно сокращать. Если необходимо, то можно добавлять год и страницы в отсылку. Вот как у нас в примере. Фамилия, год, страница. Зачем это сделано? Если у нас, например, в списке затекстовых ссылок две книги одного и того же автора, то вот сюда в отсылку мы приводим те сведения. Ну, помимо страницы... Вот мы брали цитату с конкретной страницы, поэтому мы ее сюда привели. Если у нас будет просто отсылка к источнику, то мы квадратную скобку закроем здесь после года. Естественно, запятую ставить уже не будем. И здесь у нас отличаются годом. Издательство – то же самое место, издание – то же самое, заглавие – да, разное, автор – тот же самый, отличаются вот они годом. Тогда просто ставится год. Можно добавлять год, можно добавлять страницы, если мы ссылаемся на какую-то конкретную страницу. На многочастный ресурс. После города, да, Владимир Жуковский, да. Это библиографический знак. Вот здесь грамматический, да, а вот здесь предписаны пунктуации библиографические. Если мы ссылаемся на многочастный ресурс, то в отсылке мы указываем фамилию, заголовок, номер тома, да, вот он, том третий, и страница, на которую мы ссылаемся. В затекстовой ссылке у нас будет выглядеть полностью описание вот так. Заголовок, автор, заглавие, место издания, издательство, год, том и количество страниц в этом источнике. А на какую конкретно мы ссылались, мы указали вот здесь, в отсылке. Затекстовая ссылка при отсутствии нумерации в списке. Есть ли у нас их несколько? Такой вариант у нас тоже может быть. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, то вот эти группы сведений мы приводим в отсылки и разделяем их знаком точкой запятой. Например, в первом, вот здесь мы привели, там мы сослались сразу на три источника. Вот мы указали Федущев, страница 34. Дальше у нас пошел сборник под заглавием, да, том 5. Вот мы его указали, страница 25. Мы сократили название, очень уж оно винное. И дальше мы сослались на статью Кравченко, страница 54-55. Соответственно, если у нас нет, если есть необходимость дополнить данными, например, Федущего там несколько, вот как мы смотрели, да, мы добавляли год еще, то тогда мы его сюда добавляем к конкретному автору. Если такой необходимости нет, мы оставляем так, как оно есть. Вот у нас получается такая комплексная ссылка, да, комплексная отсылка. Разделяется знаком точка-запятой, пробелы с двух сторон, потому что это библиографический знак. Если мы ссылаемся на нескольких авторов, если в подстрочных ссылках мы тоже это можем делать и давать комплексную ссылку, на прошлом вебинаре мы с вами смотрели, как комплексная ссылка делается подстрочная, да, то вот за текстами тоже такой вариант возможен. Например, в аналитических обзорах литературы, в введении там курсовой, например, работе мы это часто можем делать. Да, S маленькая, в тексте маленькая, коллеги, еще раз, в отсылках S маленькая, а в самой ссылке S большая. Не спрашивайте меня, почему. Вот так вот. В квадратных скобках S маленькая. И, наконец, наши подстрочные, там же тоже цитата по те же. При последовательном расположении первичной и повторной ссылки на один и тот же документ в последовательном расположении, то есть у нас идет ссылка номер 2, потому что ссылаемся мы на учебник Кравченко, и ссылка номер 3 мы ссылаемся на него же. То тогда текст повторной ссылки можно заменить словами там же. Там же, где же, а вот здесь же. В учебнике по социологии Кравченко. В повторной ссылке на другую страницу того же источника к словам там же добавляет номер страницы в повторной ссылке. Да, вот здесь. Например, вот здесь мы сослались в ссылке, мы сослались на страницу 53, а дальше мы даем следующую ссылку на тот же источник, но уже страницу 68. Тогда мы напишем вот так. Не просто там же, значит, на странице 53, но это некорректно. Тогда мы добавляем на страницу 60. Там же, в этом же учебнике, но на 68 странице. Да, Владимир, совершенно верно. Если между ними нет других ссылок, последовательные. Я ссылаюсь на одного автора, там, в сноске номер 2, а в сноске номер 3 я ссылаюсь на него же. Да, вот это называется последовательно. Они как бы привязаны друг к другу. На один и тот же источник я ссылаюсь несколько раз, но подряд. После точки с большой буквы, запятой с маленькой. Да, совершенно верно. Но почему так сделали, да, и почему мы ставим запятую, а не точку в отсылке, ну, не знаю. Ну, вот так. Так принято. При повторной ссылке, на другой том. Последовательные, повторные ссылки на другой том, на другой выпуск, на другую часть и так далее. К словам там же добавляется еще номер тома. То есть вот здесь, между там же и страницей 68, мы бы еще написали том 3, да, если у нас многотомник страницы 68. В повторных ссылках, которые содержат запись на один и тот же документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, и которые не следуют за первичной ссылкой, то есть у нас первичная ссылка, потом мы цитировали других авторов, а потом мы опять этого же Кравченко цитируем, но уже спустя там 5 страниц, да, но мы даем уже повторную ссылку. То в этом случае приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы можно заменить словами указ-соч, указное сочинение, или цит-соч, цитируемое сочинение, или опус цитата, цитированный труд для документов на иностранных языках. Ну вот примерно вот так же, как это у нас вот здесь в примере приведено. Да, вот у нас номер 2, вот мы его процитировали, а потом он у нас идет непоследовательный, да, тогда мы указываем автора, и вот здесь можно сократить заглавие, да, указанное сочинение, страница 47. Но если мы процитировали Кравченко, а потом мы его же работу цитировали где-то там 13 ссылкой, другую работу, вот здесь очень внимательно, вот здесь тогда нужно будет писать, и потом даем повторную ссылку на первую, да, вот эту вторую, то вот здесь тогда нужно писать заголовок, заглавие и страницу, потому что между ними еще был этого же автора, но другое произведение. Тогда получится, что мы вот здесь ссылаемся на это произведение, а не на первое. То есть здесь вот очень внимательно смотреть с этими указанными и цитируемыми сочинениями, сокращать можно, но очень осторожно, если есть работы того же автора, вклинились вот сюда, между повторной ссылкой и первичной, на один и тот же документ. Иначе получится некорректное цитирование. Да, получится, что вы не тот документ цитируете, который нужно. И цит по. Когда используется эта формулировка, да, это цитата, когда мы ссылаемся не на первый источник, ну, нет у нас такой возможности. Если мы цитируем источник, текст не по первой источнику, а по другому документу, то обязательно в начале ссылки приводим вот это волшебное цит по. Цитируется по с указанием источника заимствования. И вот тогда, если у нас это первичная ссылка, тогда мы указываем, вот откуда мы это взяли. Например, то, что русский философ Бердяев утверждал нечто, да, вот его слова приводятся, но мы это брали не из работы Бердяева, а мы это взяли из работы статьи Иванова, например, которая была опубликована в философском вестнике. Там он процитировал Бердяева, а нам так понравилась его цитата, что мы ее взяли. Если вы не нашли первоисточник, если вы устроили розыск, вы нашли первоисточник, о котором упоминал Иванов, нашли эту цитату Бердяева, открыли книгу Бердяева, нашли, где он это сказал и оттуда взяли эту цитату, тогда цит по не будет, тогда вы будете указывать не Иванова, тогда вы будете нормально указывать, ссылку давать на Бердяева. Вы же нашли эту книгу, вы же с ней поработали. А вот если мы взяли отсюда, то тогда мы и указываем, что вообще-то это, я не Бердяева читала, я вот эту фразу взял у Иванова, вот в этой статье, и тогда по-честному мы указываем, но мы указываем, кого мы цитировали. Цитировано по, так что если вдруг некорректная цитата, все вопросы к Иванову. Это он нас ввел в заблуждение. А мы цитировали по нему. Не всегда бывает возможно цитировать по первоисточнику, особенно если речь идет о каких-то архивных документах, тогда нам вот это вот цит по приходит на помощь. Ну нет у нас такой возможности, какой-то древний документ добыть. Ну вот, да, тогда указываем так. И указываем тот источник, вторичный, где этот цитат присутствует. Указываем тогда его. Но обязательно вот это вот цитко вставляем. Вот про это не забывайте. И при последовательном расположении первичной и повторной ссылки, которые содержат библиографические описания составной части ресурса на разные публикации, но которые включены в один и тот же документ, то в повторные ссылки вместо совпадающих библиографических сведений об идентифицирующем документе тоже можно приводить там же. Или... Ну да. Ну и для документов на языках латинской графики IBID сокращение. Да, четыре буквы. IBID. Выглядит это примерно вот так. Повторная, последовательная ссылка. Следующие друг за другом. Но на разные публикации из одного ресурса. То есть смотрите, у нас есть философский вестник, в котором мы нашли две статьи. Иванова и Бердеева. Они у нас последовательные. Мы их цитируем подряд. Мы указываем, даем ссылку на Иванова. Указали, что это философский вестник. Те-те-те-те. А вот здесь это тоже повторная, последовательная ссылка, но на разные публикации из одного ресурса. Вот так вот она называется. То есть здесь мы приводим сведения, опуская название источника, год и номер, потому что одни, одни и те же. Заголовок, заглавие и страницы. А вот здесь мы пишем там же, откуда мы это взяли. То есть вот это вот допускается. Если, ну, хорошая вещь, не писать 40 раз название одного и того же журнала, статьи персекли страницами. Хорошо. Наталья, спасибо. Исправим. Ага. Страницы нам сейчас... Вообще-то там нам были не особо важны. За... Это если... Да, если один и тот же. Нет презентации. Ой, какое несчастье. На сайт выложу, Владимир. Если нужен слайд, я его просто отдельно выложу, потом можно будет его сразу скриншотить. Наталья, спасибо. Да, действительно у нас произошло. Да, ну, хорошо, напишем 24. Не сохранилось исправление. 24-34. Пойдет, Наталья? Тогда мы его вот так и истраим. По... Маленькая напоминалка в конце нашей встречи. Ну, вот мы добрались так, рассмотрели разные нюансы. По ссылкам, да, когда чего вставляется, где указаны сочинения. Просто обращайте внимание на последовательные ссылки, когда мы вот эти вот сокращения приводим, если они идут друг за другом, не вмешивается ли туда какая-то работа этого же автора, но другое произведение, и тогда мы будем цитировать, да, чтобы это было корректно. Вот смотрите, пожалуйста, смотрите, пожалуйста, на этот момент. И напоминалка, последний слайд для тех, кто будет оформлять работы по ГОСТу 2018 за текстовые ссылки, если есть такое требование. Даже в научных изданиях иногда сейчас оно проскакивает, что русскоязычную часть оформлять в соответствии обычно по ГОСТу 2008, да, нормально оформляем. Но вот пару раз я видела, что просят оформлять по ГОСТу 2018. То есть вот на этот и в студенческих работах тоже обращайте внимание, спрашивайте научных руководителей, по какому ГОСТу. Иногда пишут просто оформляйте по библиографическому ГОСТу. По какому, если их минимум 5, а то и больше. Какое именно вы имели в виду? Ну, аккуратно спрашивайте, чтобы без последствий к защите. Если по ГОСТу 2018, то тогда у нас в затекстовых ссылках будет вот такая история. От ссылка остается все то же самое, либо на источник, либо на конкретную страницу в этом источнике. А вот в списке источников мы пишем уже не так, как мы говорили сегодня с вами, по ГОСТу 2008 оформляем ссылку. А вот здесь мы уже пишем по ГОСТу 2018. И тогда у нас здесь уже чего не хватает? Запятой. Потому что это уже идет библиографическое описание. И вот у нас появляется СБН. Мы пишем полностью все издания, переработанные, сведения об ответственности, под редакции, если бы было, мы сюда дописали бы. Вот обращайте внимание. И здесь у нас появляется уже точка тире. То есть это уже библиографическое описание. Это уже не ссылка. Может быть вот такой вариант. Поэтому помните, пожалуйста, об этом. Особенно это касается затекстовых ссылок. С подстрочными вроде бы все просто. Там список всегда по ГОСТу 2018 оформляется. Да, Альбин, конечно. Запятая. Показывала, да. Подсказку давала. Ну вот, коллеги. И все вроде у нас с вами на сегодняшний момент. Да, списки источников запятая после инициалов. Ольга спрашивает, указывает ли в списке источников текст непосредственный. Значит, смотрите. Чаще всего сейчас это стараются обходить. Так как это условно-обязательный элемент, мы его можем не использовать. Только для электронных ресурсов. Так же, как и для оформления ссылок. У нас осталось, правда, еще старое обозначение электронный ресурс. Да, мы указываем. А по ГОСТу 2018 вот этот текст непосредственный мы можем не указывать в том случае, если у нас список источников, основной массив – это печатные документы. Да, то есть так же, как было и раньше. Если у нас 45 источников, и из них 40 – это печатные документы, то не мучайтесь. Вот это не обязательно. Текст непосредственный писать не надо. Это понятно, что так же, как текст мы не пишем. Есть такое правило. А вот те из 5 оставшиеся источники, которые у нас электронные, вот там, да, в ссылках мы пишем электронный ресурс, а в описании мы тогда пишем в списке источников текст электронный. Вот это вот, да, вот это вот точно. Вот это нужно. Правило указания текста, текст непосредственно электронный для меньшинства, чтобы им не было обидно. Основной массив не указываем. Но опять же, смотрите, как составлены ваши методические рекомендации. Где-то просто пишут, вот обязательно, как каждому писать, до защиты не допущу. Ой, ну тогда не спорим, тогда пишем. Иначе, правда, до защиты не допустим. Поэтому здесь правила знаем, но всегда все-таки обращаем внимание, ну если мы сами не составляем эти методические рекомендации, никак не можем на эти изменения повлиять, то тогда просто принимаем к сведению. Ну вот здесь так положено, здесь такой устав. Ольга Веселова. Отсутствие нумерации имеется в виду, что список литератур за текстом... Нет, отсутствие нумерации – это значит ненумерованный список. Иногда так бывает. Он может располагаться в алфавите, но номера не стоят. Просто по алфавиту авторов. А вот это первый, второй, третий, четвертый, пятый, оно просто отсутствует. Либо по мере появления в тексте. Тогда алфавита не будет. Но разные группировки могут быть, но нумерация может отсутствовать. Если вдруг с этим столкнуетесь, редко, чаще всего за текстами все-таки, особенно в научных изданиях, они просто нумерованные списки делают. Ну так проверять легче. Даже корректорам, редакторам, библиографам, если они есть в этом издании, сверять список гораздо проще и легче. Но иногда, иногда бывает, если вдруг столкнешься, вы знаете, что делать. Иногда бывает и ненумерованное. Да, а вот какая группировка там внутри будет? Юлия Бирюкова. Планируется ли вебинар по индексированию статей у ДК? Или, может быть, были ранее? Очень нужно. Юлия, во-первых, были ранее. Да, мы разбирали как-то по БК, у ДК. Пока у нас было про индексы, мы говорили. Надо посмотреть, по-моему, в прошлом году у нас было. Или в позапрошлом. Можно посмотреть там. И, по-моему, у нас планируется где-то на апрель-май, если не ошибаюсь. У нас, да, один из вебинаров должен быть. Юлия Бирюкова, пожалуйста. Я оставлю сейчас чуть попозже номер своей электронной почты. Можно будет написать туда. Я вам просто подскажу, где можно поискать. Где можно поискать. Есть. Было, было у нас. Да. И планируется. Так. Спасибо. Надежда Нечипорок. Отдельно большое благодарность за смену вебинарной платформы. Пришлось, коллеги, чтобы не мучиться ни нам, ни вам. Алсу Иноземцева. Да, коллеги, по поводу индексации, я тогда в нашей группе «Библиография. Длияние библиографов» размещу ответ. Просто туда записывайтесь к нам на Фейсбуке. Марина Рослякова. Курс от ноября 20-го актуальный или были существенные изменения? Ну, курс от ноября у нас уже завершился, уже прошел. Ну, вы мне можете написать. Следующий запуск, конечно, будем менять. Будем постоянно актуализировать и дополнять информацию. Вы мне просто напишите, мы с вами на эту тему поговорим. Можно записываться, как будет запуск. Как группа наберется, так запуск и сделаем. Компонуются вместе или русскоязычные. Вначале Ольга Середа, при включении нормативных документов в списки источников на русском и английском, компонуются ли они вместе, русский с английскими или русскоязычные. Вначале английские в части источников на английском языке. Здесь, смотрите, здесь по-разному может быть. Обычно русскоязычные и англоязычные части, ну, скажем так, англоязычные, условно, они разделяются. Сначала идут все источники, ну, так же, как в научных статьях. Сначала все, что касается русской, примерно так же. А нет, нет, там по-другому. Там у нас идет все вперемешку. Здесь, смотря как составить методические рекомендации. И так, и так может быть. Если вы сами их составляете, просто смотрите, как удобнее. Вообще-то сначала русскоязычные все документы, а потом уже англоязычные. Но если мы говорим о нормативных или законодательных актах, которые рассматриваются в сравнении, и вот они у нас постоянно идут, может быть, удобнее в один список. Вся нормативная документация сначала и внутри уже сначала русскоязычные, а потом уже иностранные, например, источники на иностранных языках. Можно сделать так. Можно сделать сначала все идет. Разделение там нормативные, законодательные акты, нормативные акты, внутри они подразделяются. Потом научная литература, потом в конце интернет-сточники. И все это на русском языке. А потом ровно эта же структура для издания на иностранном языке. Здесь надо смотреть просто, как удобнее, как комфортнее с этим работать. Если это для студенческой работы, то научному руководителю, студентам, рецензентам, как им удобнее с этим списком работать. Поэтому здесь просто посмотрите. Может быть, и такой вариант сначала вся нормативка, и внутри она уже сначала русскоязычная, а потом внутри англоязычная. Но тогда и по остальным разделам тоже так же нужно делать. Тогда будет так. Просили указать позицию, что это, Надежда Емельянова. Значит, коллеги, при регистрации... Ну, не знаем, ставим прочерк, если он это требует. Честно говоря, не знаю, что такое позиция, может быть, должность. Если должность есть, должность указываем. ИСБН в списке указывать обязательно. Ольга Веселова, да. В списке источников ГОС-2018. ИСБН – это обязательный международный номер, да, международная стандартизация. ИСБН и ССН указываем обязательно. Это тот самый номер, так же, как дуэ для статьи, по которому мы можем установить источник, найти его. Поэтому там... Людмила, нет, изображение есть. Это что-то подвисает. Что-то у вас, да. Без ведущего смотреть не стану. Наталья, вы меня пугаете. Если вдруг камера не включится, это же будет трагедия. Вы что? Нет, уж приходите, пожалуйста. Так, я сейчас посмотрю. У нас номера во вкладке вопросов между орфографией Галины Валентиновны относительно пробелов между орфографическими знаками и знаками предписанной пунктуации. Ставится пробел. После точки пробел ставится. Значит, смотрите, Галина Валентиновна, точка тире – это один знак. Это один знак библиографический. Он читается как один знак, он отделяет области. И он в этом знаке есть такая штука. Точка привязывается к предыдущему слову, как в русском языке, да. Написали и точку поставили. Перед ней пробел не ставим. А пробелом отделяется тире с двух сторон. Но читается все как один знак. Ну вот так вот хитро устроено. После точки пробел ставится, а перед точкой не ставится, как в русском языке. Точки и запятые, они привязываются к предыдущему слову, как в русском языке. Вот такая у нас история. И коллеги у меня попросили ссылку на группу. Сейчас я вам дам ссылочку на нашу группу «Библиография для небиблиографов» в Фейсбуке. Можно будет... Можно будет... Да, вот она. Вот она. Приходите, записывайтесь. И мы вам... Я туда всю информацию... Сейчас немножко разберемся с платформой и всю актуальную информацию я вам туда размещу. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами сегодня завершаем. Напоминаю, следующий вебинар у нас будет 10 февраля. Там уже про электронные ресурсы поговорим. И ресурсы, имеющие печатную версию. Вернее, печатные ресурсы, имеющие электронную версию. Или наоборот. Про книги из ЭБС тоже поговорим. И на следующем вебинаре я вам, пожалуй, дам ссылки на требования. Требования, или покажу вот эти вот требования, гарант и консультант плюс. У них есть свои особые требования, как они просят указывать их работу. Поэтому библиография библиографии, но в серьезных документах на их требованиях тоже имеет смысл обращать внимание. Научных редакторов Ирина Зайцева, редколлегии, составителей двоеточия ставить. Не, посмотрите в ссылках или в библиографическом описании. Вы посмотрите, в наших вебинарах мы про это говорили. Там не про двоеточия, там мы их просто указываем и отделяем их точкой запятой, если в сведениях об ответственности мы их приводим. Вот, на электронную почту, надежда, какая информация не пришла на электронную почту. Напоминание о вебинаре, коллеги, кстати, теперь будет приходить от webinar.ru, не от Мерополиса, а от webinar.ru. И сейчас торжественный момент выдачи сертификатов. Последняя точка, которой мы завершим нашу сегодняшнюю встречу. Все сертификаты, кто был у меня в базе, выданы, можно вот по этой ссылке их получать. О вебинаре. Надежда, смотрите, пожалуйста, коллеги, еще иногда попадают в папку спам. И проверяйте, пожалуйста, ту почту, по которой вы регистрируетесь на вебинар. Иногда приходит на другой адрес. Указываем один, а ждем по-другому. Если не было сообщения, вообще-то всем должно было прийти. Надежда, посмотрим. Давайте попробуйте зарегистрировать. Пришло. Отлично. Значит, коллеги, сейчас мы на этом завершаем. И я выключаю нашу трансляцию. С вами прощаюсь. И немножко расскажу вам про сертификаты и организационные моменты. Тем, кто у нас будет смотреть записи, всем счастливо, удачи и приходите на следующий вебинар. Спасибо.